Всем привет, с вами снова Кристина и добро пожаловать на мой канал. Как вы уже могли понять из названия этого видео, сегодня у нас будет макияж полностью одним брендом Catrice Cosmetics. И в ходе этого ролика мы поймем, какой же макияж у нас может получиться, если краситься полностью одним брендом, и найдем для себя какие-то крутые продукты. Так что предлагаю начать и поехали. У меня абсолютно чистое лицо, я не наносила никакие увлажняющие средства, тоники и так далее. Все будет полностью от Catrice. И в качестве подготовки кожи я буду использовать вот такую сыворотку. Это такой интересный зеленоватый серум-праймер с эффектом анти-реднос, то есть против покраснений. И давайте его нанесем. Итак, я нанесла серум, он уже впитался, и он оставляет такое небольшое ощущение липкости. Но это, скорее всего, за счет того, что он служит именно праймером под макияж, и он должен улучшать сцепку тонального крема. И в качестве тональной основы я буду использовать вот такой тональный крем. Это, кстати, очень интересный тональный крем, потому что написано, что он с высокой плотностью покрытия, и при этом он сияющий и матовый. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Встряхиваем нашу основу. И наносить его я буду вот таким влажным спонжем. И также сразу немного затонирую веки перед макияжем глаз. И давайте посмотрим поближе. Мне, честно говоря, очень понравилась эта тональная основа. Она действительно дает очень красивый сияющий эффект, и такой немножко полуматовый. И я не могу сказать, что тут супер плотное какое-то покрытие, но цвет лица, тем не менее, очень ровный, сияющий, красивый. В общем, мне очень нравится. И она практически не ощущается на лице. И теперь давайте нанесем на вторую половину лица. С тоном я закончила, и теперь я буду закреплять его вот такой прозрачной пудрой. Она идет 5 в 1, матирующая, водостойкая, потостойкая, фиксирующая и с SPF 10. И я наберу ее на такую большую пушистую кисть. И тонким слоем пройдусь по всему лицу. И теперь давайте сделаем сухой контуринг. Для контуринга я буду использовать вот такой новый бронзер. Он называется Holiday Skin. Кстати, он очень вкусно пахнет. Набираю его на кисточку поменьше и наношу на щечки. Еще на зону лба. И у нас получается такое немножко загорело личико. Идем дальше. И теперь у нас наступает очередь румян. Я буду использовать вот такие двухцветные сияющие румяна. Набираю их на ту же самую кисть и наношу вот сюда, чуть выше нашего бронзера. Я немножко переборщила, но ничего, мы сейчас все это скроем хайлайтером. Это, кстати, мой личный лайфхак. В качестве хайлайтера я буду использовать вот такие однушки теней. И прямо той же самой кисточкой для контуринга я буду наносить хайлайтер. И вот сюда мы его наносим. Вообще, у меня будет сегодня мега сеящее лицо. Почему бы и нет? Еще я наношу хайлайтер вот сюда и между бровей. Мне очень нравится. Еще можно вот сюда, вот сюда. Ну и вообще на все лицо, в принципе. Кстати, прикольные тени. Они очень-таки пигментированные, сияющие. Мне прям очень понравилось. Красивый такой оттенок. И теперь давайте оформим брови. И для бровей у меня здесь есть очень интересный продукт. Это подводка. Подводка для бровей. Да. Не фломастер, а именно подводка. Потому что она идет в таком формате вот. Как бы вот так. И давайте попробуем подрисовать ей брови. Я на самом деле немного нервничаю, потому что я обычно не использую такие продукты. Сейчас попробуем. Слушайте, на самом деле я очень боялась сначала пользоваться этой подводкой, потому что я боялась, что она будет какая-то темная или яркая или слишком жирно. Она как-то намажет мне. Но на самом деле она выглядит супер круто, натурально. Как будто бы я оформила их карандашом, но при этом она еще и стойкая. То есть можно не бояться, что брови куда-то уйдут с нашего лица. Так что да, подводка прикольная. И теперь мы наконец-то можем приступить к макияжу глазом. У меня здесь много интересных продуктов. Я, честно говоря, даже пока не знаю, что сделать. Но я думаю сделать какой-то такой дневной, дневной сияющий макияж, раз уж у нас сегодня все сияющее. И начну я с базы. Это будут вот такие жидкие тени. У меня, кстати, уже есть такие жидкие тени, только в другом оттенке я их очень люблю. Они супер классные, сияющие, но у меня они в таком более розовом цвете. Вы уже могли их видеть несколько раз в моих прошлых видео с вечерним макияжем и с голливудским макияжем. И сегодня мы попробуем вот такой оттенок более золотой. И наносим жидкие тени. И другой чистой кисточкой я буду растушевывать их в складку. Очень такой красивый у них повседневный цвет золотистый. Я такие люблю. И сразу же буду закреплять жидкие тени вот такими сухими тенями. У меня тут вот такая палеточка 5 в 1. Видела, что очень многие ее рекомендуют. И я возьму, наверное, самый первый оттеночек. У них, кстати, очень такая кремовая текстура. И прямо пальчиком нанесу вот сюда. На подвижное веко. И, наверное, я еще добавлю вот этого золотого оттенка немного. И, кстати, вы могли заметить уже по моим последним видео, я всегда наношу сияющие тени. Прямо вот сюда на складку, чтобы визуально скрыть свое нависание. И это действительно очень круто работает, потому что мне много оставляют комментариев, что у меня нет на вешовой век. Хотя оно у меня есть. И теперь на внешний уголок глаза и в складку век я буду наносить вот этот средний оттеночек. И немножко еще затемню внешний уголок вот таким самым темным-коричневым. Что я могу сказать точно, это то, что эта палетка мне 100% нравится. Тени очень классные, пигментированные, тушуются между собой здорово. Ничего нигде не пятнит. Поэтому обязательно присмотритесь. Тем более, если вы ищете, например, палетку более повседневную, с которой можно сделать и дневной, и вечерний макияж, то это прям супер вариант. И теперь самым светлым оттенком я поставлю блик во внутреннем уголке глаза. И немножко подниму вот сюда, чтобы соединить весь мой сияющий рисунок. И также вот сюда наношу. И по нижнему веку я просто пройдусь вот этим средним оттенком. И с тенями я закончила. И также мне хочется немножко подчеркнуть ресничный край. Но я думаю, что стрелки я не буду рисовать. И вообще ничего такого черного я не хочу делать, потому что мне хочется сделать более такую облегченную версию дневного макияжа. Хотя он, конечно, довольно насыщенный получается, но тем не менее. И для ресничного края я буду использовать вот такой коричневый карандаш. Это водостойкий автоматический карандаш, поэтому им же можно смело заполнять межресничное пространство и не бояться, что что-то потечет или размарится. Кстати, автоматическим карандашом гораздо удобнее заполнять межресничку, потому что он довольно тонкий. И сначала я прокрашу межресничку. И еще я добавлю этот карандаш, наверное, вот сюда во внутренний уголок на слизистую. Просто чтобы ее побольше выделить. Тем более, что карандаш коричневый, поэтому это не будет смотреться слишком ярко. И теперь я немножко проведу им по ресничному краю. И сразу же тонкой кисточкой его немного растушую, пока он не зафиксировался. И с макияжем глаз, наверное, на этом все, потому что я боюсь, что я сейчас просто не остановлюсь и получится все-таки вечерний, потому что он уже близится к этому. И теперь нам осталось оформить только губы. И для губ я буду использовать вот такой блеск бальзам. Вот такой макияж у меня получился с помощью бренда Catrice Cosmetics. Напишите в комментариях, как он вам. Лично мне результат очень понравился. И больше всего я бы хотела выделить несколько продуктов, которым я прямо рекомендую вам присмотреться. Это вот такая палетка теней. Она просто супер качественная за свои деньги. Тени пигментированные, очень яркие. Тушуются между собой очень хорошо. Никаких пятен, ничего не оставляют. И вы можете сделать разные вариации дневного и вечернего макияжа. Также еще среди теней мне очень понравились вот эти однушки. Они также очень яркие, пигментированные, сияющие. Так что их тоже смело можно брать. И еще мне понравились все продукты для контуринга. Они также очень легко тушуются, наносятся, не оставляют пятен. Единственное, что румяна очень насыщенные. Поэтому будьте аккуратны, если будете их наносить, чтобы не переборщить. Или пользуйтесь моим лайфхаком с хайлайтером. И как я уже говорила в середине этого видео, вот эти жидкие тени, это просто мой фаворит. Так что их также смело можно брать. И еще мне понравилась вот эта подводка для бровей. Хоть она вначале меня и напугала, и я думала, что у меня вообще непонятно, что получится. Но эффект очень натуральный, красивый и стойкий. И если вы ищете бюджетный тональный крем с сиянием, то этот тональный крем, в принципе, тоже очень хороший. Ну и как вы уже могли понять, мне сегодня понравились практически все продукты. И я думаю, что это очень хорошо, потому что не обязательно тратить много денег, чтобы найти крутые продукты. Так что да, если это видео вам понравилось и было полезным, то обязательно ставьте ему пальчик вверх. Также не забудьте подписаться на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!